Многолетние ветхие деревья, которые при каждом порыве ветра грозят обрушиться, или зеленый уголок и любимое место для отдыха. Вот так по-разному видят парк в поселке Урмара местные жители. В этом населенном пункте разразился настоящий скандал из-за вырубки деревьев. Подробнее Ольга Пырочкина. Мы сюда приходили за грибами. Здесь растут прекрасные шампиньоны. Осталось только три скворечника, к сожалению. Вот на этой поляне здесь все деревья были в скворечниках. И еще совсем недавно любимый парк Раисы Владимировны был именно таким. Теперь жители поселка Урмара с трудом узнают это место. Осенью прошлого года администрация поселения начала здесь вырубку. Деревья пилить взялись не просто так. Часть деревьев парка были старые тополя и американские сорные клёны. Ветреную погоду или под тяжестью снега ветви и хрупкие стволы могли не выдержать. Вот эта вмятина на заборе, вероятно, осталась после падения дерева. Чтобы предупредить ЧП и определить, какие деревья несут угрозу, собрали специальную комиссию. Деревья могли упасть и на людей, которые там проходят, ходят по парку, и рядом с проезжей части на автомобили могли упасть. Также на теплотрассу, на электрические линии. Такая угроза, она существовала. И комиссия решила возможным срубить 305 деревьев, это тополя и американский клён. Остальные деревья сохранить. После этого застучали топоры. Однако просто вырубкой опасных деревьев администрация поселка ограничиваться не планировала. Идея облагородить старый заросший парк созрела еще в 2009-м. Тогда был разработан первый проект. Правда, 4 года назад средств не хватило. Сейчас администрация выбрала менее дорогой вариант. Вот сейчас весной мы буквально после очистки проведем рекультивацию и начнем высадку хвойных пород деревьев. Но в глубине у нас будут липовые аллеи, березовые и фруктовые. Поставим скамейки, клумбы разобьем. Установим урны для мусора. Давно надо было, если так, честно сказать. Лет 10-15 назад. А почему? Почему? Потому что это старые деревья. А что там может случиться? Всякое можно ожидать. Надо делать, надо. Разве деньги дают, надо. Я за. Рябины, березы посадят. Детская площадка будет, клумбы будут. Если так все будет, все хорошо. Впрочем, в такое развитие событий и благие намерения администрации поселений верят не все. Некоторые депутаты районного собрания заявляют, врубались не только опасные деревья. Народ ввели в заблуждение. Сначала сказали санрубка. Народ возмущается. Какая санрубка? Санрубка это подтверждается? Это выборочная рубка. Выборочная рубка. Вот 10 деревьев, из них 2. Это санрубка. Но тут сначала как свечки пилили, а потом перед фактом выставили, надо парк рубить, там косые, кривые и так далее. Сплошная рубка была? Сплошная рубка была. Сейчас вырубка приостановлена, а противостояние продолжается. Решать, кто прав, кто виноват, будут правоохранительные органы. Прокуратура района уже занимается этим делом. Глава поселения с целью вырубки деревьев на территории парка принял соответствующее постановление. Указанное, значит, постановление является правомочным, обоснованным. Вопросы благоустройства зеленей территории поселка, вопросы вырубки деревьев на территории парка не являются исключительно полномочным собранием депутатов городского поселения. Ну а пока ситуация больше напоминает басню про лебедя, рака и щуку. Все хотят одного и того же, чтобы у жителей поселка было красивое, безопасное место отдыха. Вот только тянут ВОЗ героя сюжета в разные стороны. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика.